Павло-Пасадская городская прокуратура на постоянной основе на территории Павло-Пасадского района и городского округа Электрогорск Московской области осуществляется надзор за исполнением законодательства в сфере противодействия коррупции в соответствии с Федеральным законом о прокуратуре РФ. Основные положения о принципах противодействия коррупции, правовых и организационных основ предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимализации и ликвидации последствий коррупционных правонарушений закреплены в Федеральном законе о противодействии коррупции. Наиболее подвержены коррупционным проявлениям сферы образования, медицины в органах местного самоуправления при издании нормативных правовых актов. В результате принятия организационных и практических мер в проведении совместных мероприятий с правоохранительными органами обмена информацией о коррупционных проявлениях Павлово-Пасадской городской прокуратурой за 9 месяцев 2017 года было выявлено свыше 39 нарушений закона, содержащих коррупционные составляющие, в целях устранения которых внесено 13 представлений, принесено 13 протестов, внесено одно предостережение, в суд направлен один иск. По актам прокурорского реагирования 7 должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности. На основании материалов прокурорских проверок в отношении одного должностного лица следственными органами возбуждено одно уголовное дело по статье 285 Уголовного кодекса Российской Федерации на злоупотребление должностными полномочиями, а также к административной ответственности привлечено одно юридическое лицо по статье 19.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего. Наибольшее число нарушений закона выявлено в сфере государственной службы, муниципальной службы и образования, обусловленных нарушением закона, выявленных в администрациях органов местного самоуправления и представительных органов местного самоуправления при здании нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок предоставления льгот отдельным категориям граждан, а также порядок прекращения полномочий главы в органах местного самоуправления, а также исполнение законодательства регламентирующего трудоустройства бывших государственных и муниципальных служащих. Типичным нарушением является заполнение разделов справок не в полном объеме. Зачастую предоставляется неполная либо недостоверная информация об имуществе, которым владеет или пользуются сами государственные и муниципальные служащие, а также их супруги и несовершеннолетние дети. Так, в нарушении требований статьи 8.1 Федерального закона о противодействии коррупции, предоставление сведений о доходах и расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера за период 2016 года некоторыми государственными служащими не были указаны достоверные сведения об имуществе, транспортных средствах. По выявленным нарушениям закона городским прокурорам внесено представление, по результатам рассмотрения которого виновные лица понесли наказание в виде дисциплинарного взыскания. Да, такие случаи имели место. В 2017 году городской прокуратурой выявлены два факта трудоустройства бывших муниципальных и государственных служащих на новое место работы в коммерческие организации на поднадзорной территории. Предприятиями нарушена обязанность уведомлять прежнего работодателя в течение 10 дней о трудоустройстве бывшего государственного и муниципального служащего. В случае нарушения этих требований предусмотрена административная ответственность по статье 19.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в виде штрафа в размере от 100 до 500 тысяч рублей. Одно предприятие судебным решением понесло наказание в виде штрафа. Сами служащие также несут ответственность и должны быть уволены за нарушение данного закона. Мы заняли активную позицию, направленную на искоренение в нормативно-правовых актах органов местного самоуправления условий, порождающих коррупцию. Мониторинг законодательства осуществляется постоянно. Издавая нормативные правовые акты, подвергается проверке на соответствие федеральному законодательству и проходит антикоррупционную экспертизу. Незаконные нормативно-правовые акты прокуратура опротестовывает. Правовые и организационные основы антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов и проектов нормативных правовых актов в целях выявления в них коррупционных факторов и их последующего устранения установлены федеральным законом об антикоррупционной экспертизе нормативно-правовых актов и проектов нормативно-правовых актов. Методика проведения антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов и проектов нормативно-правовых актов утверждена постановлением правительства Российской Федерации об антикоррупционной экспертизе нормативно-правовых актов и проектов нормативно-правовых актов. Большая часть преступлений связана с мелким взяточничеством. К примеру, дача взятки сотрудникам ГИБДД за несоставление административного протокола. Однако приоритет в работе прокуратуры и правоохранительных органов, как и прежде, направлен на выявление более опасных и сложных форм преступлений. Совершаемых в указанной сфере. Как результат, уголовные дела о преступлениях коррупционной направленности были возбуждены в отношении четырех должностных лиц. Два государственных служащих привлечены к уголовной ответственности за получение взятки по статье 290 части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Приговор суда до настоящего времени в законную силу не вступил. По материалам, проведенной Павла Упасадской городской прокуратуры проверки, возбуждено уголовное дело и проводится расследование в отношении одного должностного лица по факту злоупотребления должностными полномочиями. В правоохранительные органы и органы прокуратуры в городской прокуратуре действует телефон доверия номер 23496, по которому граждане и организации также могут сообщать о ставших им известных фактах коррупции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова